Самара, подъем! Сегодня 1 декабря, первый день зимы. До Нового года остается всего лишь 31 день. В России сегодня принимают поздравления настоящие мужчины и ни в коем случае не трусы. Всероссийский день хоккея. Все когда-то бывает впервые и это событие впервые прошло с легкой руки президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В первый зимний день 2007 года. В Самаре хоккей тоже уважают, поэтому и наших спортсменов радушно поздравляем. Евгений Павлович Гошенин начал играть в хоккей в 12 лет на турнире «Золотая шайба». Его команда «Метеор» Куйбышевского района в 1967 году выиграла городские, а потом и областные соревнования. В те времена будущий мастер, а сейчас игрок любительской команды вспоминает с ностальгией. Все шли в хоккей, потому что тогда не было ни компьютеров, ни телевизоров почти не у всех были. Мы с утра до вечера гоняли во дворе. Сами строили коробки, тренировались, сами заливали. Клюшки делали из фанеры, выпиливали. Они быстро ломались. Это уже потом их стали обклеить, а до этого обтачиваешь, обтачиваешь, вышел, она раз и сломалась. С щитки там, фуфайку этого, этот, рукав, туда палочкой вставили и погнали. В шапочках играли. У меня где-то фотография сохранилась «Золотая шайба», там, в таких шапках. Не то, что в шапочках, а вот в шапках. Валерий Михайлович Дадаев. Сегодня он тренер хоккейной школы. Свой опыт игрока передает юным спортсменам уже 12 лет. Первый раз Валера Дадаев вышел на лед в турнире «Золотая шайба». В 16 старшеклассника пригласили в основной состав команды мастеров Куйбышевского маяка. Первый сезон в памяти у человека гола, как его называл тренер, остался навсегда. Просекали в школу, друзья, на игру зовут. Я же не ожидал. Первую игру с челябинцами играли и первый гол забил. Что интересно, потом уже в конце сезона оказалось, что я в 10 играх забил 10 голов. Много лет Валерий Дадаев в маяке играл капитаном. В 30 завершив карьеру хоккеиста, так было принято в советском хоккее. Давать дорогу молодым Валерий Дадаев учился тренерскому искусству у легендарного наставника ЦСКА и сборной СССР Анатолия Тарасова. Старая школа, она еще долго будет служить верой и правдой нашему российскому хоккею. Современный хоккей динамичный и скоростной. Причина тому более скользкий лед и шайба непробиваемая экипировка игроков. В то же время канадская забава теряет самородков. Таких, как московские армейцы Майоров, Макаров, Крутов, куйбышевский кумир молодежи из маяка Валерий Дадаев, современные саморские звезды Степан Захарчук из Акбарса и Семен Варламов, Лавина Колорадо, Национальная хоккейная лига. Сегодня, по мнению специалистов, спортшколы как конвейер штампуют одинаковых хоккеистов. А чтобы игра настоящих мужчин становилась еще более интересней, она постоянно модернизируется. Для зрителей будет хорошо. А если касаться, будем так, искусства, ну то есть красоты хоккея, то мы его, скорее всего, будем терять. Дополнительное время в Национальной хоккейной лиге уже играют 4 на 4. Если не забили победную шайбу, то 3 на 3. Такая же практика скоро появится и в международных турнирах. Европлощадки 30 на 60 заменят на узкие канадские шириной 28 метров. Шайба чаще будет оказываться возле ворот, а силовой борьбы за спортивный снаряд станет еще больше. Какой хоккей победит в итоге, советский или североамериканский? Покажет игра. По народному календарю сегодня день Платона и Романа зима указателей. Платон да Роман кажут зиму нам, говорили наши предки. Если в течение дня случились перемены погоды, то это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали весь день. По утру судили о начале зимы, по полудню – о середине, по вечеру – о конце. Какие же сюрпризы для нас заготовила погода, узнаем прямо сейчас. Во вторник, в первый день календарной зимы, в Самарской области будет пасмурно. Снег и дождь. Температура воздуха в дневное время минус 1, плюс 2 градуса, ночью 0, минус 1. В Сызрани пасмурное небо, дождь и снег. Днем плюс 1, ночью нулевая температура. Ветер южный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 1, ночью 0 градусов. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, к вечеру он усилится, днем 0 градусов, ночью также снег и минус 1. Ветер южного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. В геомагнитном поле возмущение. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом Kismeteo.ru Самара, подъем! На календаре 1 декабря, в этот день, тогда еще в Куйбышеве, в 1980 году, был открыт новый центральный автовокзал с гостиницей на пересечении улицы Авроры и Московского шоссе. Ранее, в 1943 образован городской Куйбышевский суд. Так записан этот день в историю нашего города. Что-то, быть может, вы сегодня сделаете такое, что войдет в учебники по истории. Так что вперед, вставайте, вершите великие дела! Ну, а если проснуться вы до сих пор еще не можете, то готовьтесь к зарядке! Доброе утро, Самара! Повернулись ко мне все. На месте, шагом, марш! Раз, два, три, четыре. Руки вверх подняли, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все вместе, вдох. И закончили. Хорошо. Сели на коврики. Сели на коврики. Упор за спиной сделали. Руки вверх подняли, посмотрели. На свои руки сонкнутые. Вернулись, исходное положение. Опять подняли. Посмотрели. Молодцы. И еще раз подняли. И еще раз опустили. Умнички. Хорошо. Следующее упражнение. Повороты туловища. На 180 градусов опираемся руками за спиной. Поворот выполнять начинаем вправо. То же самое и влево. Приготовились. Право поворот. Сделали. Раз. Два исходное положение. Три. Четыре. И раз. И два. И три. И четыре. Делаем плавно. Не повредить, чтобы позвоночник. Раз. Два. И три. И четыре. Последнее раз. И раз. И два. Исходное положение. И три. И закончили. Хорошо. Грудь вперед. Улыбаемся. Радуемся солнышку. Хорошо. Следующее упражнение у нас будет такое. Одна рука на плечо. Вторая рука на плечо. Руки в стороны. Держим. Отклоняемся назад. Отклоняемся назад. Упражнение начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Исходное положение. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. И последний раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Закончили. Хорошо. Правую ногу к себе. Груди. Рад. Носочки тянем. Два исходное положение. Левую ногу. Раз. И два. Исходное положение. Приготовились. Делаем. Раз. Два. Носочек тянем. Три. Четыре. И раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два. И три. Грудь вперед. Четыре. А теперь усложним задание. Носочек на себя. Раз. Коленку к груди. Два. Вверх выпрямили. Три. К себе. Четыре. Исходное положение. То же самое. Другой. Ногой. Пять. Восемь. Приготовились. Правой ногой. Упражнение начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Шесть. И семь. И закончили. Доброе утро. В эфире самая ранняя и полезная программа «Самара-подъем». Я Юлия Сеер и вся съемочная группа телеканала «Самара-Гиз» вам желают продуктивного дня. Но если вы еще вдруг не продумали планы на день, и это не беда, вооружитесь советами от астрологов. Переходим к нашей рубрике «Шепот тающих звезд». Овны, не думайте сегодня о том, что вы не сможете чего-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются. У тельцов очень велик будет соблазнь все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена большая ответственность. Близнецам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать. Энергии, излучаемой раками, хватит, чтобы изменить пару электростанций. Попробуйте какой-то совершенно новый и абсолютно неожиданный подход к делу. Львы, сегодня вам уже не удастся сохранить столь любимый вами неторопливый темп. Обстоятельства заставят вас повертеться весь день, не давая ни минуты на отдых. Девы сегодня будут не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию. Весы между вашими желаниями и вашими возможностями нет. И в ближайшие сутки не появятся непреодолимой границы. Действуйте. Скорпион, самоуверенность и даже хвостовство иногда может помочь решить проблему. Но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать. Козирог, сегодня вы сможете помочь страждущему человеку советом, если, конечно, он в нем действительно нуждается. А вот вдолго давать не стоит. Водолеи, то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию. И, наконец, рыбы. Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы. Так советуют вам провести день сегодняшний астрологи. Прислушайтесь или нет, зависит, конечно же, от вас. Но все-таки приятный совет всегда полезно получить. Чтобы ваш день был насыщенным, бодрым и энергичным, с утра вам необходимо найти человека, который даст вам покушать. Доброе утро всем, кто начинает его вместе с телеканалом «Самара ГИС». Каждое утро это шанс начать жить заново. Как будет протекать ваш сегодняшний день, зависит только от вас. Ну а мы поможем хорошим настроением и полезной информацией. А приятно, на нашем телеканале стартует конкурс на лучший рецепт вкусного завтрака. Условия просты. Загружай в свой инстаграм фото и рецепт вкусного блюда с хэштегом «ГИСЗавтрак». И тогда о твоих кулинарных способностях узнают все. А в конце каждой недели мы будем выбирать самый оригинальный рецепт. Его автора наградим подарком. Заманчиво? Тогда действуйте. Сегодня поделимся рецептом панкейков от Семеновой Ольги. Все, что нужно для этого вкусного блюда, вы видите на своих экранах. Мы же расскажем, как это готовится. Яйца взбиваем венчиком, добавляем молоко и все это хорошенько перемешиваем. Муку необходимо просеять и соединить с сахаром, разрыхлителем и солью. Сливочное масло немного растопить в микроволновке. Смешиваем молочную смесь со сливочным маслом. Затем соединяем все сухие ингредиенты с молочно-масляной смесью. Очень хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Вуаля, тесто уже готово. Выпекаем, поливаем любимым вареньем и все. Приятного аппетита, друзья! Каждый ребенок художник, утверждал Пабло Пикассо. Согласны, но еще в каждом ребенке живет философ. Что мы, взрослые, знаем об этой жизни? Так, поверхностно. Не то, что детский разум. Ответы на, казалось бы, риторические вопросы в нашей рубрике «Есть мнение». Что такое любовь? Любовь – это когда один человек влюбляется и другу влюбляется. Когда человек за женщину целуется. Любовь – это когда человек влюбляется в другого, и они идут на свадьбу. Это когда обнимаются и целоваются, и дадят подарки. Любовь – это когда один человек влюбляется в другого. Любовь – это когда один человек влюбляется в женщину. Когда человек всех любит, и Бога там, и, ну, там. Кому он передает, Бог делает что? Что, что говорит человек? И человек ждет этого, что он сказал ему. И появилось уже. Пока не знал. Что такое любовь? Любовь – это когда человек любит другого человека. А что значит любит? Любит. Значит, его любит. Любовь – это когда человек любит. Любовь – это когда вообще любит. Любовь – это когда человек влюбляется в свою жены. А жена может влюбиться в человека? Да. Это когда мама с папой, они вместе обнимаются и спят, и смотрят телевизор вместе. Думаю, вы согласитесь, что приятно с утра получать поздравления. Особенно тем, у кого сегодня день рождения. Вдвойне приятнее, если вас поздравляют с телевизора. Что ж, с сегодняшнего дня. И всегда мы принимаем от вас заявки на поздравления наших дорогих самарцев. Если у вас и у ваших близких, родных, руководителей или подчиненных сегодня праздничный день, смело присылайте нам его фотографии и поздравительный текст, а мы с радостью отхэппи-бездим его прямо с голового экрана. Ваши заявки ждем по нашему адресу с пометкой «Самара. Подъем». И первый наш именинник сегодня – Дмитрий Давлетов. Желаем счастья и удачи. Пусть в жизни будет много клево. Такое пожелание прислали нам друзья Дмитрия. Мы же присоединяемся к поздравлению. Пусть сегодняшний день будет началом нового этапа в жизни. Поздравляем! Пусть сегодняшний день будет много клево. Дмитрий Давлетов. Дмитрий Давлетов. Голос Нûр Голи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встал не с той ноги, поэтому и настроение на нуле, и день не задался. Знаете, ноги здесь ни при чем. Главное начать утро с улыбки. Если вдруг не хочется улыбаться, то мы для вас подготовили подборку самых смешных видео. Мимика поменяется непроизвольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Самара! Подъем! Пожалуй, всем известно, что многие иностранцы считают русский язык одним из самых сложных. И их можно понять, но попытайтесь объяснить заморскому гостю, что значит выражение «всыпать по первое число» или «руки не доходят». Да что уж там! Мы и сами иногда не понимаем, где и как использовать то или иное крылатое выражение. Давайте будем вместе разбираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро! Меня зовут Татьяна Клошина, и это рубрика «Родная речь». Часто в речи мы слышим и употребляем устойчивые выражения, встречаем фразеологизма в художественных текстах. Но всегда ли их смысл ясен до конца, а толкование не вызывает значения? Раскрытие этимологии, то есть происхождение подобных выражений, помогает лучше понять и определить их современное звучание и стилистические оттенки. А подобное знание ведет к безошибочному и уверенному восприятию и использованию речи. Камень преткновения – это выражение означает помеху, затруднение, препятствие. Существительное преткновение образовано от старого славянского глагола «приткнуться», то есть «споткнуться». Этот фразеологизм имеет библейское происхождение. Камень преткновения положен Богом в Сионе. О него спотыкается неверующий человек, не желающий соблюдать законы Божьи. Думаю, теперь употребление этого оборота речи не станет для вас камнем преткновения. С образом камня связано еще одно устойчивое выражение – пуп земли. Так говорят о человеке, демонстрирующем свое превосходство над остальными, безосновательно считающем себя центральной фигурой. Этот фразеологизм восходит таламудическому фольклору, согласно которому центром земли является Иерусалим, где в храме положен камень, с которого началось мироздание. А древние греки полагали, что пуп земли находится в Дельфах. Разница в толковании не меняет суть выражения, которое часто звучит иронически, а иногда выражает неодобрительную оценку. На сегодня все. До новой встречи. Любите русский язык. Доброе утро. На календаре 1 декабря. Последние новости из жизни города и области. Узнаете из программы «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова